Здравствуйте! Это Суть дела. Культ высшего образования, давно царящий у нас, достиг своего апогея в Сингапуре, который часто ставят нам пример. Премьер-министр Ли Хсен Лунг недавно публично заявил, что Сингапуру не нужно столько магистров. Ограничения миграции и экономический спад привели к росту спроса на рабочие профессии. Сам выпускник Кембриджа, сингапурский премьер, убеждает своих граждан получать образование в школах профессионального обучения, похожих на наши колледжи или профтехучилища в прошлом. Он пытается затормозить укоренившийся в сингапурском обществе тренд к получению высшего образования, поскольку все больше университетов выпускают из своих стен людей, квалификации которых не отвечают требованиям экономики. Вот что говорит об этом профессор Гарвардского университета Пази Зальберг. В развитых странах все более заметен тренд получения профессионального образования среди молодых людей. Однако в Азии для большинства молодежи профессиональное образование – это выбор второго сорта. Это результат убежденности родителей в том, что только высшее образование является ключом к успеху и благополучию в жизни. Шесть из десяти граждан Сингапура в возрасте между 25 и 29 годами – выпускники университета. Это самый высокий процент в мире. На втором месте – Южная Корея. Таковы данные Мирового банка. А что у нас с высшим образованием? 54% россиян в возрасте от 25 до 64 лет имеют высшее образование, констатировала Международная организация экономического сотрудничества и развития в своем докладе. Второе место в рейтинге самых образованных стран досталось Канаде, третье – Израилю. США разместились на четвертой позиции – 42%. Далее в десятки самых образованных стран расположились Япония, Южная Корея, Великобритания, Франция, Германия и Швеция. В документе отмечается, что преимущественное количество россиян имеет техническое образование, а более чем у половины студентов из-за короткого учебного дня получается совмещать занятия в ВУЗе с работой. Такой высокий процент работающих студентов может сравниться только с показателями Польши и Швеции. У Росстата, правда, другие данные. В 2010 году высшее образование в России имели 27,5 миллионов человек. Численность населения России в возрастном периоде 25-29 лет составляет чуть более 11 миллионов человек. А вот сколько из них имеют высшее образование, статистики, увы, неизвестны. Успех компании за профессионально-техническое образование является ключевым для будущего Сингапура, считает экономист Мизуха Банка Вишу Варатан. Однако переубедить сингапурцев, для которых высшее образование стало фетишем, будет, по его мнению, нелегко. Тем более, что пока статистика зарплат свидетельствует все же в пользу высшего образования. Зарплата выпускника инженера электротехника составляет в Сингапуре 2370 долларов США. А вот электротехник без высшего образования получает 1300 долларов. Качество образования в Сингапуре высокое. 15-летние школьники из Сингапура и Южной Кореи побеждают в тестах своих ровесниках из 44 развитых стран. В сингапурской школе дети начинают сдавать экзамены с 10 лет. Результаты этих экзаменов определяют их дальнейшую судьбу. После очередных экзаменов в возрасте 16-17 лет молодежь попадает в так называемый Junior College, где готовят к университету или к техническому институту. В Сингапуре действует программа «Учись и зарабатывай», в соответствии с которой выпускники технических школ соединяют профессиональную практику с обучением. Каждый участник такой программы получает дополнительный бонус в размере 3750 долларов. Пилотный проект уже запущен в прошлом году и предлагает учащимся практику в авиационной промышленности, логистике и информатике. Сингапурцы взяли за образец немецкую систему, позволяющую учащимся старше 18 лет проходить оплачиваемую практику в частных фирмах. Однако тяга сингапурцев к высшему образованию столь высока, что вот только в 2013 году родители истратили более 800 миллионов долларов США на частных репетиторов, готовящих их детей к поступлению в университеты. Все это очень напоминает мне нашу страну. Спросите продавца мебели о его образовании, и вы узнаете, что перед вами инженер-технолог, конструктор или педагог. Жаль этих ребят, работающих не по специальности. Статистики на эту тему нет. Но если вы припомните своих знакомых, окажется, что среди них немало людей с дипломами, давно растерявших свои профессиональные знания. Не спроста у нас так много частных вузов, а в государственных так много платных мест. Нам бы тоже не мешало задуматься о судьбе молодежи, экономики и участи высшего образования в нашей стране. Но внятных программ на эту тему я лично пока не видел. Будем ждать, пока Министерство образования обратит внимание на этот жизненно важный для нашей страны вопрос. Это была Суть дела. Все вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok